Здравствуйте, позвольте представиться, меня зовут Никитин Виктор Викторович, я ученик 8 класса МБУ Мирюнской СОЖ номер 2 Усилданского района, руководитель Сыроватской Ирины Петровны, учитель географии, научный консультант Гоголь-Вапоросковья Алексеевна, кандидат биологических наук, профессор Института естественных наук Северо-Восточного Федерального Университета. Тема нашего доклада «Шум как один из видов физического загрязнения». Проблемы исследований в виду в них ободействии учащихся в нашей школе о вредном воздействии шума на организм. Цель проекта – выявить уровень шума возникновения в школе, влияние его на здоровье и работоспособность учащихся учителей. Задача – первая – изучить и проанализовать научную литературу по проблемам исследования. Второе – провести ампиотические исследования по определению шума возникновения в школе. Третье – провести анкетерину учащихся учителей и влияние школьного шума на самочувствие. Четвертое – изменить уровень слуха учителей и учащихся. 5. Ознакомить школьников и учителей с результатами исследования. Объект исследования. Здание школы, обучающихся первых по 11 классу. Предмет исследования. Уровень шумуа загрязнения в школе и его влияние на работоспособность, здоровье учащихся учителей. Метод исследования. Измерение, анкетированный эксперимент. Гипотеза. Уровень шумуа загрязнения превышает допустимые нормы и оказывает влияние на работоспособность и здоровье учащихся учителей. Перед вами виды физического загрязнения. Шум – одна из форм физической соседей жизни. Шум – беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков, способно оказывать неправоприятные воздействия на организм. Человек способен совершать колебания с частотой от 16 до 20 тысяч Гц. На стенде вы увидите источника шума и реакции организма на длительное акустическое воздействие. Гигиенические нормы согласны с Анпидой 2010 года. Наши школы обучаются 468 участников. В первой смене – 299 участников, во второй смене – 177. Измерения шума здания школы мы проводили с помощью измерителей уровня шума, датчиков звуков и функций интегрирования «Релион Классик». В измерении давали каждые 10 секунд, рекрады повторности в трех точках. В коридоре две точки, столовая, в течение недели во время большой перемены, в двух сменах. На стенде вы видите измеритель уровня шума «Релион Классик». Этапы работы. На таблице вы видите показатель уровня шума в школе, минимальный и максимальный. График в трех точках. Провели анкетирование в цели выявить, какой шум больше всего беспокоит участие в нашей школе, а также влияет ли данный шум на самочувствие и работоспособность учеников. Анкетирование проводилось среди учащихся шестых по одиннадцатых классов. Всего приняло участие 118 школьников и 36 учителей. Данная анкета показала, что 73,7% учеников чувствуют себя устами после уроков. Провели анкетирование среди учителей. Анкета показала, что 77,7% учителей беспокоят критики детей во время перемены. Вы составили рейтинг самых шумных мест нашей школы, по мнению учеников. Вторая смена вторых и по шестых классов – 70%, первая смена во время перемены первого класса – 75%, столовая во время перемены во второй смене – 55%, во время скотика – 80%. Данная анкета показала, что 36,4% детей и 52,7% учеников считают шум одной из причин усталостей после уроков. На сцене вы видите изучение заучения стихотворения первого уровня шума 65 до 95 дБ среди пятых классов. Вывод. Шум влияет на скорость заприминания стихотворения и прочность лет в одиннобави. Провели эксперимент в списывании текста на перемене во время урока уровень шума от 65 до 80 дБ. Вывод. Шум влияет на внимание учеников вмешать сосредоточиться и снижать образовательность, как следствие влияет на успеваемость. Изберение слуха с помощью теста хайфоринга среди учителей. Всего в эксперименте участвовали 40 учителей. В ключе теста от 160 до 70 дБ норма, от 60 до 40 дБ начинается тугоухость, от 30 до 0 дБ начинается или наступает глухота. Вывод. Чем дольше работы в школе, тем уровень слуха снижается. Особенность показательнее ниже у учителей начальных классов и учителей гуманитарного цикла. Одной из причин снижения слуха может быть постоянным шумом в школе, кроме того, могут повлиять на уровень слуха мозга, возраст, наследственность, хронические болезни. Изберение слуха с помощью теста хайфоринга среди учащихся. В эксперименте участвовали 191 учащих с 5 по 10 класса. Эксперимент показал, что среди учащихся слышат 8 звук в 81,2 дБ, 40 учеников слышат звук от 65 дБ, 6,6% выявили причину понижения уровня слуха. Участие эксперимента ответили на вопросы анкеты. Первое. Сколько времени используешь наушник, чтобы слушать музыку? Второе. Как ты думаешь, вреден ли наушник при долгом использовании? Анкета показал, что 14 звук в 65 дБ слуха слушает музыку через наушник, а в среднем более 10 часов. Все участники эксперимента понимают бред долгого ношения наушника. Вывод. На понижение слуха может повлиять долгое ношение наушников, уровень слуха может понижаться. Перед вами измерение слуха с помощью теста хайфоринга среди учащихся по классу. Вывод. Наш экипаж считал о том, что в школе уровень шумового загрязнения превышает допустимые нормы и оказывает влияние на работоспособность и здоровье учеников, и их самочувствие подтвердилось. В ходе проведенных измерений было установлено, что уровень шума здания школы во многих местах превышает допустимые нормы, что оказывает отрицательное воздействие на органы слуха и психологические состояния человека. Проведенный анкетированный эксперимент в среде участников выявило негативное влияние шума на скорость упоминания стихотворения и прочность. Съедет это на память. Шум влияет на внимание учеников, снижает работоспособность и, как следствие, влияет на сбиваемость. Постоянное слушание музыки через научник приводит к постепенному снижению слуха. Рекомендации по снижению шума в школе. Рекомендации учащимся. Спасибо за внимание.